Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео, которое я не планировал сегодня снимать, но ситуация действительно срочная, поэтому я выхожу на связь снова. Хотя на улице уже практически ночь. Это график хешрейта биткоина и как мы видим он начал падать и видимо падение хешрейта может продолжиться. Падение хешрейта привело к тому, что биткоин и альткоины начали падать. Биткоин сегодня упал до 43 тысяч долларов всего лишь за один час. Альткоины же в свою очередь теряют минимум 5% своей стоимости на протяжении одного часа и похоже, что это еще не конец. Что же произошло? Давай сначала вспомним события в Китае в сентябре 2021 года, ведь именно они привели к тому, что мы видим сегодня. Китай тогда запретил майнинг биткоина, что привело к массовому исходу майнеров из этой страны. В результате этого исхода Казахстан неожиданно вышел на второе место в мире по добыче биткоина после Соединенных Штатов. 18% майнинга биткоина приходилось именно на эту страну. Никто тогда не воспринимал это как потенциальную угрозу. Наоборот, все радовались, что Казахстан оказался таким продвинутым. Но оказалось, что это было угрозой. Я не хочу задевать тему массовых волнений в стране, потому что не хочу обсуждать политику. Но по секрету скажу, что я уважаю казахский народ. Красавцы вообще. Мое дело криптовалюта, а не политические разборки. Политика разъединяет людей, а вот криптовалюта собирает единомышленников в большие сплоченные сообщества, как наш канал. Поэтому я буду говорить о последствиях для криптовалюты из-за происходящих в Казахстане событий. Ситуация зашла так далеко, что властям пришлось объявлять режим чрезвычайного положения. Это означает массовое отключение интернета в стране, что, конечно же, приведет к остановке биткоин-майнеров, потому что они без интернета не могут работать. Следовательно, хешрейт биткоина падает, а цена вслед за ним. И мы уже видим последствия этого. Майнинговые центры в Казахстане теряют от 2 до 82% мощности. Изучи эту таблицу. Больше всех пострадал пул 1Тхэш, который потерял 82% хешрейта. Жесть. На этой карте мы видим визуализацию биткоин-майнинга в мире. Интенсивность цвета показывает важность той или иной страны в поддержании работоспособности сети биткоина. И как мы видим, важнейшей страной для биткоина сейчас являются Соединенные Штаты Америки. После уже Казахстан, а на третьем месте Российская Федерация. Аналитический сервис BitMix Research предупреждает, что беспорядки в Казахстане могут привести к снижению хешрейта биткоина и в дальнейшем. Из-за нестабильной обстановки в Казахстане майнеры начнут покидать страну, где не работает интернет. Как майнить биткоин без интернета? Никак. Вообще в Казахстане происходит какая-то полнейшая жесть. По-моему, даже у нас такого не происходило в свое время, но я могу ошибаться. Однако, паниковать нам, биткоин-холдерам, ни в коем случае не стоит. Давай вспомним, как Китай обвалил хешрейт биткоина. Вот это падение было спровоцировано Китаем и исходом майнеров из этой страны. Что мы видели потом? Практически V-образное восстановление хешрейта. Понадобилось около 4 месяцев для того, чтобы полностью восстановить все это падение, которое спровоцировал Китай. И люди, которые не побоялись вот здесь покупать, получили неплохие прибыли. Мне кажется, что и эти события в Казахстане имеют краткосрочное влияние на биткоин и его цену. По индикатору CPR мы видим еще две цели внизу. Одна на отметке около 42 тысяч долларов, а вторая на отметке около 39 тысяч долларов. Даже если ситуация в Казахстане приведет к падению к этим целям, я с радостью это приму как отличную возможность. Ведь даже после китайского обвала биткоина и хешрейта понадобилось всего 4 месяца, чтобы восстановиться. И эти 4 месяца принесли хорошие прибыли тем, кто не побоялся. А меня зовут Богатейщий Ди. Это было быстрое включение насчет ситуации в Казахстане и как она влияет на биткоин. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»